здравствуйте дорогие мои любимые зрители ну вот недавно вышло на моем канале видео как я собираю украшение на тросике я специально подготовила такое видео по просьбам моих зрительниц начинающих рукодельниц а сегодня я покажу вам как собрать украшение на memory проволоки у меня есть вот такой винтажный кулон красивый это нефрит есть нефритовые бусины они 10 миллиметров диаметром фурнитуру я подобрала вот эту латунную это авторская она бронза и вот эта подвеска но это я покупала в разных магазинах и цепочка будет удлиняющие почему латунная потому что оправа у кулона тоже такого же латунного цвета чтобы украшение было интересное необычное в качестве проставочных бусинок я буду использовать бисер тоха это по совету моей подруги и просто великолепной рукодельницы лены кашигиной она покупает такой бисер и советовала мне вот я вам показываю его данные и буду использовать вот такой такой memory проволоку я ее купила в торговом центре севастополь но я думаю что она продается на алиэкспресс и сейчас я вам скажу какой размер диаметр этой проволоки 12 сантиметров а толщина 06 это моя любимая проволока вот если один брать миллиметр то это для меня очень толстая проволока 06 это самое оно то что я использую я хочу кулон повесить на вот этот бэйл потому что мне показалось что будет интересно ну то есть можно просто было сделать кулон на бусах но чтобы это украшение было необычное эксклюзивное такое авторская 5 с вашей выдумкой то можно использовать необычные бэйлы я взяла вот такой был с тремя креплениями и хочу по центру подвесить кулон а сбоку две бусинки вот так и сразу смотрите эта подвеска становится как будто она какая-то необычная древнеегипетская византийская такая подвесочка единственная здесь такой нюанс посмотрите крепление у кулончика идет вот в эту сторону вот так а у бэйла перпендикулярно наоборот и поэтому здесь чтобы соединить понадобится не одно колечко а два есть у анны бронзович хорошие колечки такие разъемные но к сожалению у меня их сейчас наличие нет поэтому я буду использовать двойные колечки вот такие латунные попробую соединить на них а потом когда появится возможность у меня приобрести фурнитура на бронзы я тогда заменю на другие колечки которые более подходят по дизайну сюда итак первое что мне нужно сделать это подвесить кулон к бэйлу я возьму колечко ну я по старинке ножницами не ругайте меня мои постоянные зрительницы и мои рукодельницы которые мне прекрасные советы дают я до сих пор никак не могу найти тот инструмент для разъема колечек который я купила но я его ищу и так ножницами я колечки вот так вот разгибаю вот и теперь мне туда надо поставить кулончик всего вынимая ножницы мне как-то ловко получается вы знаете прям удобно мне ножницы такие они еще советские видите крепкие так теперь мне нужно вот так колечко это сюда прокрутить вот и еще одно колечко я надену и соединю уже с бэйлом так уже почти соединила сейчас прокручу вот и получается у меня вот такой коннектор кстати он двухсторонний можно на эту сторону можно на эту сторону его носить какая больше нравится ну по моему красиво с этими колечками такой прям получается вид у него как будто это цепи старинные теперь мне нужно присоединить вот эти две бусинки по бокам я выбрал такие светлые чтобы они кулона больше подходили и так вот у меня пины два вот таких пина с бусинками и сейчас я прикреплю сюда вот эти бусины надену их теперь что мне нужно сделать мне нужно сделать петельку я делаю петельку сначала отгибаю в одну сторону потом вот так в другую вот заворачиваю и я буду присоединять прям сразу петельку вот сюда к этому было без колечко хотя можно с колечком но дело в том что у меня видите чтобы бусинки не касались кулона мне надо вот она как раз вот вот один миллиметр не касается кулона вот так я прикрепила теперь моя задача закрутить вот эту петельку закручиваю как обычно обхватываем здесь круглогубцами и закручиваем кстати можно видите руками все сделать без второго инструмента просто я боюсь эту бусинку повредить так перехватывая можно было конечно бусинки сначала надеть а потом центральный колонн я всегда делаю все наоборот как вы заметили так ну вот я так докрутила в принципе можно здесь обрезать остаток а можно дожать плоскогубцами докрутить плоскогубцами вот так чуть-чуть по чуть-чуть по миллиметру и до соединить до конца видите у меня постепенно все закручивается здесь и вот так в конце вот так вот я его прижимаю ну вот все одну бусинку я надела получилось у меня вот так и вторую бусинку я сейчас уже надену точно также поэтому показывать не буду кулон готов посмотрите какой он получился давайте поближе покажу чтобы вы разглядели как сделаны все крепления в общем вот так вот бусинки очень хорошо справа слева находится от кулона в общем то все мне нравится теперь нужно взять memory проволоку и отрезать один виток но я всегда отрезаю чуть больше вот один виток вот так примерно на глаз конечно же хотя можно все и отмерить по желанию если какой-то заказ вы отмеряете плюс добавляете ну примерно по два сантиметра по полтора сантиметра на то что сделать двойное колечко на конце так я откусываю вот так у меня получилось примерно один обороты три четверти и теперь мне надо все нанизать начинаем нанизывать кулон но сейчас смотрите какой будет момент отверстие у было очень большое и чтобы она не провисала мы сейчас внутрь будем ставить бусины эти бусины этому могут может быть пейсер это может быть могут быть какие-то ненужные бусинки поэтому то что вам не жалко то что она скроется там внутри здесь такой момент видите был имеет просвет то есть я вижу здесь тросик поэтому я конечно же внутрь буду ставить бусины такого же цвета сейчас я их найду и поставлю по длине было вот у меня есть вот у меня есть бусинки которые я когда-то снимала с украшений может быть своих старых винтажных и никогда их не выбрасываем складываем сейчас попробуем их надеть хотя у них диаметр маленький можно подобрать побольше посмотрим какие будут лучше так вот бусинки ну что начинаю нанизывать маленькие бусинки в общем нам нужно их наверное штучек 7-8 посмотрим как они туда прячется ну в общем я думаю что я на них и остановлюсь а вот смотрите вот они бусинки и сейчас мы их туда прячем внутрь по моему еще можно добавить парочку и смотрите они оттуда изнутри как бы немножечко сверкают и в то же время проволочка не так провисает уже все держится более надежно так ну теперь начинаем процесс сборки прежде всего вы должны решить для себя какие бусинки вы поставите как их поставить и можно сначала все это разложить да но здесь неудобно надо на полотенце можно сразу попробовать нанизывать и менять как вам будет удобно да это уже каждый решает для себя да кстати чтобы не были одни только бусинки я хочу использовать вот эти проставочные маленькие такие диски что ли как их назвать лепешечки и хочу также использовать шапочки я очень люблю маленькие шапочки вот это мои прям самые самые любимые такие меленькие шапочки покупала я их в магазине всем бусинки по моему да все в бусинке называется магазин такие но я думаю что они на алиэкспресс продаются крошечные прям вот я их люблю очень кстати из них можно составлять из нескольких шапочек например из трех составлять такую красивую шапочку то есть как трансформер сами можете придумывать ну и конечно попробую если если отверстие позволит то попробую использовать бисер хотя он может не попасть на тросик так ну сейчас попробую одну сторону сочинить и показать вам смотрите что у меня получилось я собрала две стороны немножечко по разному потому что так я думаю какая лучше и результате я пришла к выводу что мне нравится больше вот эта сторона поэтому правую я сейчас переберу но почему потому что вот эта шишечка она здесь ближе к кулона вот к этой центральной части а здесь как бы далеко и много берет на себя отвлекает внимание а мне нужно чтобы внимание все привлекал центр украшением этот кулон поэтому шишечки они как бы как указатели смотрите они повернуты сюда в эту сторону они как бы указывают на вот эту конструкцию на кулон на необычность его поэтому я хотела бы их поближе разместить а так и хорошо тоже вот далеко хорошо в принципе да вот так вот тоже интересно но все-таки отвлекает внимание от центра в любой композиции а украшение это тоже композиции должен быть центр и второстепенная все второстепенное подчиняется центру главному поэтому ну на мой взгляд вот когда я помещаю шишечку ближе к кулону да то взгляд прям скользит по украшению вот сюда к центру и не отвлекается на мелкие детали теперь что я здесь применила ну во первых смотрите я поставила два вот таких две шапочки потому что отверстие у этого было достаточно широкое и бусин как бы как-то проваливалась туда мне не очень нравилось во первых сама бусинка может травмироваться при носке об этот кулон и и на ней мой могут появиться какие-то следы бороздки трещинки вот во вторых вот как-то так вот мне показалось что лучше более завершенной и бусинки не так сильно проваливаются поэтому я поставила шапочки как стоппер и здесь дальше маленькие шапочки вы видите их проставочные здесь стоят и здесь я поставила вот этот бисер но опять таки смотрите он очень красивый то он прекрасно смотрится но опять отвлекает внимание своим блеском то есть наверное здесь нужен другой цвет либо вот бусинки получились очень разрозненные такие воздушные разрозненные но этот прием хорош когда громоздкие какие-то бусины чтобы придать воздушность украшению но эти бусины они небольшие они одного размера поэтому с этой стороны когда я убрала бисеринки мне показалось что смотрится опять опять таки цельно то есть одним таким жгутом не отдельно каждая бусинка и так как здесь много всяких деталей всяких вот этих наворотов то вот когда бусины смотрится цельно такой змейкой жгутом это будет лучше и меньше отвлекать внимание чем вот когда они отдельно как бы рассыпаются на отдельные части цельность в композиции это еще одно правило еще одна вещь которые желательно соблюдать вот и когда вот так рассыпаются здесь бусинки на отдельную то все так вот раздрабливается дробится вся композиция поэтому бисеринки я уберу оставлю вот для оставлю их для другого украшения еще один момент да вот кстати шапочки я поставила только с одной стороны тоже как указатели чтобы бусинки как бы стекались сюда к центру все шапочки с одной стороны теперь шишечка она имеет вот такое большое отверстие тут такая дырочка и если я поставлю ее вот просто к этой шапочке то она ее просто закроет поэтому ну чтобы как-то чуть немножко отделить ее я поставила в окружении шишки бусинки это матовый синтетический гематит вот эта бусинка а с другой стороны я поставила колесико вот это вот такую бусинку почему я не поставил ее здесь потому что здесь она стала бы криво у шишки неровные края и бусинка бы ну как-то наклонилась стояла бы не очень ровно а вот эта маленькая бусинка она прямо уходит туда в сердцевинку и смотрится очень хорошо эффектно и бусинка вот это держится хорошо ну вот это вот небольшие такие нюансы которые я вам сейчас описала ну чтобы был какой-то здесь перерыв такой небольшой я здесь тоже вот видите колесико это поставила ну так такой незначительный разрыв между бусинками 3 и 3 вот так получается еще дальше пойдут три бусины все выбираю я левую часть левая часть мне нравится больше сейчас переделаю правую часть и дальше завершу бусин точно также завершу это колье точно также вот этими бусинами в принципе здесь можно поставить силиконовый шнур но желательно конечно чтобы он был зеленый зеленого у меня нет у меня черные черный нам будет отвлекать поэтому я бусин много я поставлю бусины до самого конца колье вот я набрала обе стороны вот такое получилось украшение осталось мне только замочки повесить здесь получается такой у меня такое чередование три бусинки немножечко разделяются вот этой плоской бусиной дальше еще три еще еще и одна и в конце я поставила вот рядок таких плоских бусинах чтобы было какое-то завершение у этого украшения теперь смотрите мне нужно оставить здесь примерно два сантиметра или полтора чтобы сделать колечко из двух оборотов почему из двух оборотов потому что так она надежнее при носке украшения но уже не разомкнется это колечко когда она будет двойное и так я беру я беру кусачки здесь примерно вот так два сантиметра оставляю так и смотрите как я закручиваю я закручиваю конец проволоки против ее из изгиба вот изгиб в эту сторону значит закручивать буду вот сюда в эту сторону в обратно и так беру край так сейчас настрою чтобы было видно перу край и начинаю закручивать один оборот сделала делаю второй оборот и довожу вот таким образом чтобы острая часть смотрите и вот здесь вот вот эта проволочка конец я немножечко ее довела вот сюда потому что когда я колечко смотрите колечко видите заканчивается острая проволочка вот так вот сюда немножечко в сторону потому что когда я отогнул назад это колечко чуть-чуть вот так то острый краешек как раз встанет ровно прям ровно вот с этим с этой проволокой будет упираться в бусину чтобы он не колол вот таким образом отведите все он уперся в бусину и колось не будет теперь мне нужно всю конструкцию все бусинки передвинуть чтобы они здесь плотненько вот сюда встали закрепились так здесь у меня немножечко соскочила я сейчас сверну назад и теперь все то же самое я проделаю с другой стороны то есть мне нужно оставить где-то два сантиметра вот столько но я думаю так и теперь точно так же закручиваю против линии сгиба в обратную сторону то есть проволочку закручиваю оборот делаю и 2 так вот опять я довела чуть-чуть пружинку минуточку сейчас покажу вам опять я эту проволочку чуть-чуть довела вот сюда видите вот сюда она у меня ушла вот так потому что когда когда я верну назад чуть-чуть чтобы она ну как бы чтобы она была вровень вот с этой линии я колечко это должна вернуть назад и проволочка вот этот кончик встает сюда в бусинку вот так возвращаю чуть-чуть вот видите и у меня проволочка вот она она сейчас приближу кончик проволочки вот острый он встал сюда в бусинку не здесь не здесь а вот сюда должен встать но это все рассчитываете на глаз и приходит с опытом конечно можно отметить примерно зная свой диаметр вот этого колечко можно отмерить примерно расстояние и отмерять так каждый раз но я делаю на глаз на глаз получается что я вроде бы попадаю в нужный размер так вот такое украшение получилось и сейчас мне нужно поставить замочек на вот такие колечки я буду ставить и так беру маленькое колечко двойное я его сейчас разомкнул так и надену вот сюда на один конец потихонечку зацеплю его надену так и сюда мне нужно еще надеть замочек замочек я надеваю вниз вот этой частью которая открывается вниз вот так и прокручиваю круглогубцами мне нужно прокрутить это колечко по кругу чтобы все туда всталось на свои места ну вот видите почему вниз чтобы замочек был удобно его вот так на надевать сверху застегивать вниз на колье внизу он должен быть смотреть вниз своим клювиком дальше я беру большое кольцо вот это разъемная и надеваю надену сначала на него цепочку удлинительная вот это у будет цепочка сейчас я ее укорочено не такая длинная должна быть и потом надеваю на второй кончик колье все прокручиваю но даже может с руками хорошо прокручивается все так теперь мне нужно укоротить колье укоротить цепочку она очень длинная сколько звеньев мне оставить но оставлю наверное 66 звеньев или 5 может быть оставлю 6 так седьмое звено 7 звеном придется пожертвовать так сейчас я замкну хотя можно его потом использовать снимаем так наконец этой цепочки удлиняющий я хочу повесить две бусинки одна бусинка у меня будет вот это фурнитура она бронза 2 бусинка у меня будет зелененькая оникс или может быть знаете как зелененькую бусинку я повешу повыше может быть вот здесь сейчас подумаю повешу я их тоже на двойные колечки а эту бусинку на нее я надену пин и так я беру пин так надеваю на бусинку не знаю надо делать шапочку или нет ну давайте сделаем чтобы на ней тоже было это маленькая шапочка вот так поинтереснее будет и я делаю вот такую петельку всего закручиваю так лишний кончик отрезаем так остренький кончик поджимаем пробуем бусинка готова такая она красотка получилось и теперь надо надеть ее ее и вот эту бусинку на удлиняющую цепочку одно мы надеваем наверху вот здесь так вот она какая здесь получилось а вторую бусинку вот эту я вешаю на конец разъемной цепочки сначала откроем колечко где она у нас туда вот откроем колечко наденем бусинку наденем цепочку вот так так прокрутим все колечко так получилось если она сильно открывается это колечко двойное я его вот так немножечко возвращаю назад вот так пружинку эту видите она сомкнулась здесь два вида ну вот такой получилось колье зеленая с отголосками византии туда отсыл в античность получился небольшой из-за такого кулона и здесь получается два вида фурнитуры два цвета это латунь и золото античное золото такое состаренное золото его еще называют темное неяркое и и они прекрасно очень сочетаются и вообще металл имеет блеск поэтому когда вот здесь например цепочка и вот это кольцо цвета латунь а мэмори проволока цвета золото то кажется что это один металл один цвет просто отблескивает ну вот как металл блестит где-то ярче где-то темнее поэтому здесь создаются полное впечатление что просто где-то он сверкнул ярче этот металл а где-то чуть темнее приглушенном ну давайте посмотрим теперь колье вертикально и на этом я буду завершать этот видеоролик ну вот смотрите как она смотрится так интересно в общем необычные вроде бы как обычная да бусины все одинаковые и в то же время что-то в нем такое необычная конструкция кулона делает его таким каким-то интересным привлекающим вниманием вот так смотрится на манекене это украшение с обратной стороны вот так очень красиво когда две бусинки сзади кто же привлекает внимание можно его сделать по длине и за счет цепочки можно оставить так в общем ничего сложного нет на мэмори проволоки украшения всегда собирается быстрее чем на тросике но вот у меня во всяком случае потому что не надо крепить эти кримпы и обжимные бусинки все такое там очень маленькая а здесь сложность только загнуть проволочку аккуратно сзади все все остальное легче ну вот такое колье получилось кстати можно носить его и по-другому наоборот вот так здесь как бы такой появляется знак круглый напоминающий скоробей или какие-то глаза тут в общем видны что-то может быть отсыл какому-то лесному царство потому что шишечки здесь есть присутствуют вот возможно что это украшение похоже на такие времена робин гуда может быть кому-то покажется такое зеркало из знаете у кого было зеркало из зеленого камня у императора нейрона у римского императора нейрона было зеркало но такое стекло не зеркало а стекло зеленое через которое он смотрел на обои гладиаторов чтобы не видеть цвета крови ну вот что-то такое древнее вот этот кулон он сам по себе такой как зеркала как стекла какие-то зеленые тех вот что-то напоминает именно те времена не знаю какой-то такой история сразу вспоминается историческое колье получилось напишите как она вам тоже монохромные получается вообще один здесь цвет присутствует один цвет камня вот даже оттенков почти нет чуть-чуть кулон светлее бус но в целом вот прям один цвет и смотрится тоже очень интересно так строго вот что напоминает вам это колье давайте придумаем название может быть для него напишите ваши отзывы ваши комментарии я буду вам очень благодарна надеюсь что я помогла начинающим рукодельницам выпустив эти два видеоролика как собрать бусы на тросик ювелирные это было предыдущее видео и сегодня как собрать колье на мэмори проволоки если еще есть у вас какие-то пожелания или просьбы пишите я постараюсь подготовить видео просьбу про ритм в украшениях я услышала подготовлю это конечно будет надо подготовиться основательно к этому видео обучающему и и обязательно вам расскажу все что я знаю такой небольшой свой опыт поделюсь с вами всего доброго вам всем до свидания до новых встреч и и и и и и Продолжение следует...